Таблетки фенлепсин оказывают противоэпилептическое действие, также обладают нейротропным и психотропным действием. Показания. Применяется при эпилепсии, сложных или простых парциальных эпилептических приступов, с потерей или без потери сознания, с вторичной генерализацией или без нее. Генерализованные тоникоклонические эпилептические приступы. Смешанные формы эпилептических приступов. Препарат фенлепсин, как правило, неэффективен при абсансах и миоклонус эпилепсии. Применяется при острых маниакальных состояниях и поддерживающей терапии биполярных и аффективных расстройств, с целью профилактики обострений или ослабления клинических проявлений обострения. Применяется при синдроме алкогольной абстиненции, идиопатической невралгии треничкового нерва и невралгии треничкового нерва при рассеянном склерозе, типичное и атипичное. Идиопатическая невралгия языка глоточного нерва. Способ применения и дозы. Применяется внутрь. Препарат можно принимать во время еды, после еды или в промежутках между приемами пищи. Таблетки следует принимать с небольшим количеством жидкости. Препарат можно применять как в монотерапии, так и в составе комбинированной терапии. Учитывая лекарственные взаимодействия и особенности фармакокинетических противоэпилептических препаратов, пожилым пациентам дозу препарата фенлепсин следует подбирать с осторожностью. Эпилепсия. По возможности препарат следует применять в монотерапии. Препарат не применяют при малых припадках и миоклонических приступах. Лечение начинается с небольшой суточной дозы, которую в последующем медленно повышают до достижения оптимального эффекта. Доза карбамазепина подбирается индивидуально для достижения адекватного контроля судорожных состояний. Для подбора оптимальной дозы препарата рекомендуется определение концентрации действующего вещества в плазме крови, который обычно составляет от 4 до 12 микрограмм на миллилитр. При добавлении препарата фенлепсин к другим принимаемым противоэпилептическим препаратам дозу препарата фенлепсин повышают постепенно. При необходимости проводят соответствующую коррекцию доз принимаемых препаратов. Начальная доза карбамазепина для взрослых составляет по 100-200 мг 1 или 2 раза в сутки. Затем дозу медленно повышают до достижения оптимального лечебного эффекта. Обычно он достигается при дозе по 400 мг 2-3 раза в сутки. Некоторым пациентам может потребоваться увеличение суточной дозы до 1600 мг или 2000 мг. Невралгия тройничкового нерва. Начальная доза для взрослых составляет 200-400 мг в сутки. Ее медленно повышают до исчезновения болевых ощущений. Обычно до дозы по 200 мг 3-4 раза в сутки. Затем дозу постепенно снижают до минимальной поддерживающей. Максимальная рекомендованная доза для взрослых составляет 1200 мг в сутки. При разрешении болевого синдрома следует постепенно прекращать терапию препаратом до возникновения следующего болевого приступа. Рекомендуемая начальная доза для пожилых пациентов составляет 100 мг 2 раза в сутки. Затем дозу медленно повышают до разрешения болевого синдрома, что обычно достигается при дозе по 200 мг 3-4 раза в сутки. Затем следует постепенно снижать дозу до минимальной поддерживающей. При невралгии треничкового нерва у данной категории пациентов максимальная рекомендованная доза составляет 1200 мг в сутки. При разрешении болевого синдрома следует постепенно прекращать терапию препаратом до возникновения следующего болевого приступа. Синдром алкогольной обстиненции. Средняя доза составляет по 200 мг 3 раза в сутки. В тяжелых случаях в течение первых несколько дней доза может быть повышена, например, до дозы 400 мг 3 раза в сутки. При тяжелых проявлениях алкогольной обстиненции лечение начинается применение препарата в комбинации с препаратами, оказывающими седативное и снотворное действие. После разрешения острой фазы лечение препарата может быть продолжено в монотерапии. Острые маниакальные состояния и поддерживающее лечение аффективных биполярных расстройств. Суточная доза составляет 400-1600 мг. Средняя суточная доза от 400 до 600 мг в 2-3 приема. При остром маниакальном состоянии дозу следует постепенно повышать довольно быстро. При поддерживающей терапии биполярных расстройств в целях обеспечения оптимальной переносимости, каждое следующее повышение дозы должно быть небольшим. Суточная доза увеличивается постепенно. Применение у детей. Основное показание для применения препарата фенлепсин у детей – это эпилепсия. Данную лекарственную форму препарата следует применять для лечения тех же, что и у взрослых форм эпилепсии. У детей старше 4 лет. Лечение может быть начато с дозы 100 мг в сутки. Дозу повышают постепенно, не более чем на 100 мг в неделю. Детям в возрасте 4 лет и младше рекомендовано применять карбамазепин в виде других лекарственных форм, сироп, поддерживающий дозы. Для детей устанавливают из расчета 10-20 мг на килограмм массы тела в сутки в несколько приемов. Если возраст ребенка от 4 до 5 лет, применяют по 200-400 мг в сутки. От 6 до 10 лет – по 400-600 мг в сутки. От 11 до 15 лет – от 600 до 1000 мг в сутки. Больше 15 лет – от 800 до 1200 мг, как и для взрослых. Максимальные дозы. Для детей в возрасте менее 6 лет составляет 35 мг на килограмм массы тела в сутки. От 6 до 15 лет – 1000 мг в сутки. Более 15 лет – 1200 мг в сутки. Так как в отношении применения препарата по другим показаниям у детей достаточного количества достоверной информации нет, режим дозирования препарата рекомендовано подбирать в соответствии с возрастом и массой тела ребенка, не превышая указанные в таблице дозы. Прекращение приема препарата. Внезапное прекращение приема препарата может спровоцировать эпилептический приступ, поэтому карбамазепин следует отменять постепенно, в течение 6 месяцев и более. Если необходимо отменить препарат у пациента с эпилепсией, переход на другое противоэпилептическое средство должен осуществляться под прикрытием показанного в таких случаях препарата. Противопоказания. Повышенная чувствительность к карбамазепину или сходным в химическом отношении лекарственным препаратам, например, трициклическим антидепрессантам или к любому другому компоненту препарата. Атриовентрикулярная блокада. Наличие в анамнезе эпизодов угнетения костно-мозгового кроветворения. Печеночные порфирии, например, острая пережимающаяся порфирия, поздняя кожная порфирия, вариегатная порфирия. Применение в комбинации с инкипитерами моноаминоксидазы. Детский возраст до 4 лет. У пациентов данной категории препарат следует применять в другой лекарственной форме. Особые указания. Препарат следует принимать только под врачебным контролем. Препарат обычно неэффективен при абсансах и миоклонических приступах. У пациентов со смешанными формами эпилептических приступов препарат должен применяться с осторожностью и только при условии обеспечения регулярного медицинского наблюдения из-за возможного усиления приступов. В случае усиления приступов препарат фенлепсин следует отменить. Способность пациента, принимающего препарат фенлепсин к быстрой реакции, особенно в начале терапии или в период подбора дозы, может быть нарушена вследствие как самого заболевания, например судорог, так и вследствие побочных явлений, таких как головокружение, сонливость, атаксия, диплопия, нарушение аккомодации и нарушение зрения. Пациенты должны быть предупреждены о возможных опасностях при управлении автотранспортом и работе с механизмами. Побочные действия, нарушение психики, редко галлюцинации, зрительные или слуховые, депрессия, агрессия, беспокойство, ажитация, спутанность сознания, очень редко активация психоза. Нарушения со стороны нервной системы, очень часто атаксия, головокружение, сомноленция, часто диплопия, головная боль, не часто аномальные непроизвольные движения, например тремор, нестагм, редко дискинезия, глазодвигательные нарушения, нарушения речи, хориоатетоз, периферическая нейропатия, парестезии, парез, очень редко злокачественный нейролептический синдром, асептический менингит с миоклонусом и периферической иозинофилией, дисгевзия, нарушения со стороны кожи и подкожных тканей, очень часто крапивница, которая может быть значительно выраженной, аллергический дерматит, не часто эксфолиативный дерматит, редко системная волчанка, кожный зуд, очень редко синдром Стивенса Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, реакции фотосенсибилизации, многофорная ретема, узловатое ретема, нарушения пигментации кожи, пурпура, акне, гипергидроз, аллопеция, герцутизм, нарушения со стороны крови и лимфатической системы, очень редко ликопения, часто тромбоцитопения и озинофилия, редко ликоцитоз, лимфанденопатия, очень редко агронолоцитоз, апластическая анемия, панцитопения, истинная эритроцитарная аплазия, анемия, мегалобластная анемия, ретикулоцитоз, гемолитическая анемия, нарушения со стороны пищеварительной системы, очень часто, тошнота, рвота, часто, сухость во рту, не часто, диарея, запор, редко боли в животе, очень редко гласит стоматит, панкреатит, нарушения со стороны печени и желчеводящих путей, редко, гепатит холестатического, паренхематозного или смешанного типа, деструкция внутрепеченочных желчных протоков с уменьшением их числа, желтуха, очень редко печеночная недостаточность, гранулематозное поражение печени, нарушения со стороны сердца, редко, нарушения внутрисердечной проводимости, очень редко, аритмия, отрывентрикулярная блокада с обмороками, брадикардия, хроническая сердечная недостаточность, обострение ишемической болезни сердца, нарушения со стороны обмена веществ и питания, редко, дефицит фолиевой кислоты, снижение аппетита, очень редко острая порфирия, неострая порфирия, нарушения со стороны почек и мочеводящих путей, очень редко, тубулоинтерстициальный нефрит, почечная недостаточность, нарушение функции почек, задержка мочи, учащенное мочеиспускание, нарушения со стороны половых органов и молочной железы, очень редко, расстройство половой функции, эректильная дисфункция, нарушение сперматогенеза, нарушения со стороны органов зрения, часто, нарушение аккомодации, в том числе нечеткость зрения, очень редко, помутнение хрусталика, конъюнктивит, нарушение со стороны органов слуха и лабиринтных нарушений, очень редко, расстройство слуха, в том числе шум в ушах, гиперакузия, гипоакузия, изменение восприятия высоты звука, нарушение со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани, редко, мышечная слабость, очень редко, нарушение костного метаболизма, артерологии, миалгия и мышечный спазм, нарушение со стороны дыхательной системы, очень редко, реакции гиперчувствительности, характеризующейся лихорадкой, одышкой, пневмонитом или пневмонией, условия хранения и срок годности, хранить при температуре не выше 25 градусов, хранить в местах, недоступных для детей, срок годности 3 года, отпускается в аптеке строго по рецепту.